Здравствуйте! С вами Белгазпромбанк с итогами 2014 года. Итак, январь 2014 года. В Минск прибывает новый глава Белорусской Православной Церкви Павел. С 1990 по 2013 годы главой Белорусской Православной Церкви был митрополит Филарет, ушедший незадолго до этого на пенсию в возрасте 78 лет, но оставшийся почетным патриаршем экзархом всей Беларуси. Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико дает большое интервью информационно-аналитическому агентству бизнес-новости, в котором подводит итоги прошедшего года. Для Белгазпромбанка успешным результатом считается выполнение тех планов, которые мы определили в начале года. Не только количественные параметры, но и наша оценка развития событий в 2013 году. Мы выполнили план, и прогнозы процентов на 80 оказались верными, сказал председатель. Банк запускает сервис, кредитный онлайн-помощник, предназначенный специально для субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. По заданным пользователям параметрам, программа автоматически подбирает наиболее выгодное предложение и отправляет заявку на кредит в режиме реального времени. Расширен функционал интернет-банкинга. Сюда добавлен раздел «Кредиты». Теперь клиент может формировать отчеты по условиям обслуживания и графику погашения займов, а также оперативно получать выписку по счету за заданный период. Февраль. Белорусские олимпийцы в Сочи устанавливают новый рекорд по количеству наград высшей пробы за всю суверенную историю страны. Белгоспромбанк тоже становится первым. Первым белорусским банком, реализовавшим сделку на рынках долгового капитала с участием Европейского банка реконструкции и развития. В Минске подписано соглашение об организации двухуровневого синдицированного кредита в размере 30 миллионов евро. «Это первый синдицированный кредит для заемщиков Белоруссии, предоставляемый на срок 5 лет», отмечает заместитель председателя правления Белгоспромбанка Сергей Шабан. И в таком длительном сроке его уникальность. В марте в Белоруссии проходят выборы в местные советы депутатов. Явка составляет 77% от количества избирателей, в общей сложности голосует более 5 миллионов человек. Избрана 18 809 депутатов местных советов 27-го созыва – сельских, поселковых, городских, районных и областных. Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Фрэнсис Дилей и заместитель председателя правления ООО Белгоспромбанк Сергей Шабан подписывают соглашение об открытии новой кредитной линии в размере 20 миллионов евро сроком на 7 лет. Полученные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, реализующих проекты по строительству, реконструкции или покупке собственных офисных помещений, складов, производственных и торговых объектов и иных коммерческих площадей. 26 марта в столичной гостинице «Европа» проходит общее собрание акционеров ООО «Белгоспромбанк», на котором утверждены итоги работы банка в 2013 году. 27 марта 2014 года в Минске «Белгоспромбанк» торжественно открывает арт-проект, которого ждали тысячу лет. Более 500 экспонатов экспозиции и выставки «Десять веков искусства Беларуси» размещены на двух этажах Национального художественного музея, по-новому раскрывают для посетителей характер белорусского искусства и культуры. Жемчужины выставки – работы наших великих соотечественников из корпоративной коллекции банка. Открыт новый уникальный веб-ресурс artbelarus.by. Он позволяет виртуально познакомиться с экспонатами выставки «Десять веков искусства Беларуси». Разработчики сайта декларируют дальнейшее развитие сайта до многофункционального портала, посвященного вопросам национальной культуры и искусства. Александр Лукашенко выступает с ежегодным посланием к Белорусскому народу и Национальному собранию. Президент страны констатирует – сильная экономика и честная власть – фундамент независимости страны и процветания наций. В Австрии стартует организованное ООО «Белгазпромбанк» соревнование по горным лыжам среди представителей бизнеса – «Бизнес-мастер-кап». Участники турнира, клиенты «Белгазпромбанка» встретились, чтобы определить сильнейших спортсменов на трассе, укрепить партнерские отношения и просто немного отдохнуть, насладившись великолепной природой австрийских Альп. Печатный каталог выставки «Десять веков искусства Беларуси», электронный каталог арт-проекта на USB-носителе и специализированный веб-сайт artbelarus.by представлены участникам Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБО-2014, как яркий пример внедрения новых технологий в традиционную культурологическую среду. В апреле генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во главе представительной международной делегации посещает выставку «Десять веков искусства Беларуси». Оценивая проект, госпожа Бокова подчеркивает, что он сохраняет самое лучшее из долгих традиций белорусского искусства и современности. Омай 2014 года знаменовался одним из масштабнейших спортивных событий. С 9 по 25 мая в Минске проходит 78-й чемпионат мира по хоккею. В нем принимают участие 16 национальных команд. Всего матча чемпионата посещают почти 700 тысяч человек. Абсолютный рекорд по количеству зрителей на трибунах. Золото турнира в пятый раз в своей истории завоевывает сборная России. Беларусь замыкает семерку лучших. В конце мая Беларусь становится одной из стран-основательниц Евразийского экономического союза. Договор о создании ЕАЕС подписывают 29 мая в Астане. В состав союза входят Россия, Казахстан, Беларусь и Армения. В рейтинге эффективности белорусских банков, подготовленном агентством «Бизнес-новости», Белгазпромбанк занимает первое место. Крупнейший спонсорский проект Белгазпромбанка «Брестский гонбольный клуб имени Мешкова» в мае 2014 года дважды победитель. Клуб становится шестикратным чемпионом Беларуси и семикратным обладателем Кубка Беларуси. Сезон 2013-2014 годов за последние несколько лет для БГК имени Мешкова выглядит наиболее успешным. Команда выигрывает национальное соревнование, а также занимает второе место в розыгрыше престижного международного турнира «Сеха-лига «Газпром-Южный поток». В здании торгового центра на территории московского рынка столицы банк открывает новый центр банковских услуг. Удобно расположенный офис ориентирован на обслуживание как частных лиц, так и корпоративных клиентов. В мае же с 24-го числа телеканал «Беларусь-1» начинает транслировать 9 фильмов авторского цикла «Художники Парижской школы уроженцы Беларуси», созданного по инициативе Белгазпромбанка в рамках проекта «Арт Беларусь». 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Это одно из ключевых мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В июне на торжественной церемонии вручения наград победителем премии в сфере банковских услуг и технологий «Банк года Беларуси-2013» деятельность Белгазпромбанка получает высокую профессиональную оценку. Он становится победителем сразу в трех номинациях. Занимает первое место как лучший сервис для юридических лиц, второе место как самый открытый банк и третье место за лучший сервис для физических лиц. Награды получал заместитель председателя правления Дмитрий Кузьмич. Эта победа – заслуга большого коллектива профессионалов, людей, которые каждый день делают то, что умеют лучше всего. Развивают наши продукты и услуги, выводя их на новый уровень сервиса, отметил он. В июне 2014 года проходит 11-й туристический слет сотрудников ООО «Белгазпромбанк». Победу впервые одержали войска дяди Вовы под руководством заместителя председателя правления ООО «Белгазпромбанк» Владимира Дяковича. В июне 2014-го корпоративная коллекция «Белгазпромбанка» пополняется новыми артефактами. На аукционе «МакДуглс» в Лондоне банк приобретает три холста Дмитрия Стелецкого, «Диптих бояре» и «Картину сказка». Созданный «Белгазпромбанком» пятикилограммовый том каталога выставки «Десять веков искусства Белоруссии» отмечен почетным дипломом в номинации Гран-при авторитетного 11-го международного конкурса «Искусство книги». В Национальном художественном музее «Белгазпромбанк» представляет выставку одной фотографии. Работу Юрия Иванова «Летучка». Созданный в 1987 году в рамках международной акции «Один день из жизни Советского Союза» снимок принес автору мировое признание. В 1990 году на конкурсе, организованном издательством «Тайм Лайф» он признан лучшей фотографией мира за 10 лет. В Минске приступили к сооружению котлованов под станцией третьей линии метрополитена. Она соединит северные и южные районы белорусской столицы с центром. Третья линия будет состоять из 14 станций и протянется на 17,2 километра. 10 июля в Национальном художественном музее завершила работу выставка «Десять веков искусства Беларуси», организованная в рамках корпоративного проекта «Белгазпромбанка». За три месяца арт-проект успел завоевать ряд престижных наград, а в июле он стал победителем международного фестиваля территориального маркетинга и брендинга «Оупен» в номинации «Культурный проект», подтвердив свой статус брендового мероприятия национального масштаба. 19 июля «Белгазпромбанк» пригласил клиентов-участников ВИП-клуба посетить яркое событие и провести День семьи в формате «Оупен-эйр» под девизом «Гольф-стайл». Центральным событием здесь становится турнир по гольфу. 22 июля при поддержке «Белгазпромбанка» впервые проходит Витебский региональный форум бизнеса. К августу 2014 года белорусские аграрии собирают небывалый урожай зерна. К этому месяцу в закрома Родины его поступило более 9 миллионов тонн, что значительно больше показателей предыдущего года и существенно превышает уровень рекордного 2008 года. В Витебске по старинной традиции на счастье и на удачу. Фундамент нового здания областной дирекции торжественно закладывают монету из серебра, инкрустированную бриллиантовыми вставками. В 2015 году здесь, на проспекте строителей, вырастет современный четырехэтажный офис банка площадью почти в 2000 квадратных метров, который станет украшением общественно-делового центра города. Корпоративный журнал ООО «Белгазпромбанк» «Банкноут» становится мобильным. Специальная электронная версия журнала размещена в крупнейшем интернет-магазине приложений App Store. Теперь подписка на корпоративные издания, специально адаптированная под айфоны и айпады пользователей, доступна через интерфейс киоск этих устройств. В Бресте проходит седьмой ежегодный международный турнир по гандболу «Кубок Белгазпромбанка». В нем участвуют четыре команды. Чемпион России «Чеховские медведи», чемпион Украины «Мотор», один из лидеров румынского гандбола «Адархей» и лучший белорусский клуб «БГК» имени Мешкова. В решающем матче хозяев турнира победил украинский «Мотор». В заключительный день турнира член Совета директоров ООО «Белгазпромбанк» Александр Мешков награждается медалью Национального олимпийского комитета Республики Беларусь за выдающиеся заслуги. Член Совета директоров удостоен этой высокой награды за заслуги в развитии олимпийского движения и массового спорта. В Минске награда Trade Awards 2013 за высокие достижения по финансированию внешней торговли в сотрудничестве с немецким банком передана главой представительства Коммерцбанк AG в Республике Беларусь Хавсепом Восконяном заместителю председателя правления Белгазпромбанка Сергею Шабану. Этот приз, впервые вручаемый Коммерцбанк AG в Беларуси, свидетельствует о признании немецким банком высокого качества услуг, предоставляемых Белгазпромбанком клиентам в сфере торгового финансирования. Крупнейший австрийский банк Raiffeisen Bank International вручает Центру расчетов ООО Белгазпромбанк награду STP Quality Awards «Признание высокого качества осуществления международных платежей». 28 августа ООО Белгазпромбанк и Евразийский банк развития подписывают кредитный договор о предоставлении Белгазпромбанку кредитной линии в размере 10 миллионов долларов США сроком на 5 лет. Это первый проект, который реализует ЕАВР в рамках принятой им в 2013 году программы по развитию агропромышленного комплекса. На 33-м чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в турецком измере с 22 по 28 сентября, белорусские спортсменки завоевывают сразу 5 медалей одну серебряную и 4 бронзовые. В Вильнюсской картинной галереи открывается выставка художники Парижской школы из Беларуси. Экспозиция, являющаяся составной частью корпоративного проекта «Арт Беларусь», состоит из 69 живописных, графических и скульптурных работ из собраний Банка национального художественного музея Беларуси и частных коллекций. Уникальная экспозиция, впервые демонстрируемая за пределами Беларуси, это концентрированная презентация произведений мастеров Парижской школы начала 20 века, родившихся на белорусской земле и ставших впоследствии всемирно известными. 1-2 октября в Минске проходит Третий съезд учителей и работников образования государств, участников СНГ. Форум, посвященный взаимодействию национальных систем начального, среднего и высшего образования стран-содружества, способствует интеграции образовательных пространств государств-членов СНГ. 10 октября на заседании Межгосударственного проекта Евразийского экономического сообщества в Минске президенты стран-основательниц организации подписывают договор о прекращении ее деятельности. Евразес распущена в связи с началом функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь дан официальный старт Международному форуму театрального искусства «ТиАрт». Открылся он премьерным показом балета Игоря Стравинского «Жар птица» в хореографии Михаила Фокина из репертуара легендарных русских сезонов Сергея Дягилева. Спектакль поставлен Большим театром оперы и балета Беларуси специально к открытию фестиваля «ТиАрт» при финансовой поддержке ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Газпромтрансгазбеларусь». На 29-й региональной банковской конференции организованной Банковской ассоциацией стран Центральной и Восточной Европы в Будапеште определены победители конкурса годовой финансовой отчетности. «Белгазпромбанк» – единственный в СНГ и Прибалтике удостоен золотой номинации за безупречную презентацию банка в ходе мероприятия и качественную подготовку финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. 6 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко назначает нового мэра Минска. Им становится бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шорец. В Гумеле в ноябре проходит организованный «Белгазпромбанком» третий региональный форум бизнеса, в котором участвуют руководители и собственники бизнеса города и региона, индивидуальные предприниматели, представители профильных ассоциаций, общественных объединений и органов власти. С 12 по 14 ноября в рамках 21-го Минского международного кинофестиваля «Листопад» в Национальном художественном музее представлен документально-образовательный цикл «Художники Парижской школы уроженца Беларуси», созданный по инициативе «Белгазпромбанка». Декабрь 2014 года. Страна готовится к Новому году и Рождеству. Новые необычные оформительские элементы установлены на Октябрьской площади Минска. Две гигантские светящиеся сферы, выполненные в форме елочных шаров. Сферы внутри пола, и в них можно заходить, чем с удовольствием пользуются гуляющие по площади горожане. Конструкции стали хорошим и неожиданным фоном для фотографий и своеобразным ориентиром для встреч. 27 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет ряд кадровых изменений. На пост премьер-министра назначается экс-глава администрации президента Андрей Кобяков, а председателем правления Национального банка становится Павел Калаур, до этого глава банка Белвеб. Десятилетний юбилей отмечает один из лучших партнерских проектов банка. Сотрудничество с ООО «Открытый контакт» в рамках системы электронных денег «ИзиПэй». Система «ИзиПэй» начала работу в ноябре 2004 года и за 10 лет стала крупнейшей отечественной системой электронных денег. Сегодня с ее помощью более 600 тысяч пользователей покупают товары и оплачивают услуги белорусских и зарубежных интернет-магазинов и сервисов, совершая свыше 10 тысяч операций в день. «Белгазпромбанк» открывает официальный канал на YouTube – популярнейшей площадке видеохостинга. Основной фокус сделан на освещение благотворительных программ и спонсорских проектов банка. Здесь собран своего рода видеоархив и новостные сюжеты для телевидения разных лет, интервью с руководителями банка, обучающие ролики интернет-сервисов, видео с корпоративных мероприятий, рекламные материалы. Крупнейшее в России международное рейтинговое агентство «Эксперт-РА» присваивает интернет-банкингу «Белгазпромбанка» высокий уровень функциональности системы, что подтверждает соответствие системы с современным стандартом качества на рынке дистанционного банковского обслуживания физических лиц и всем базовым потребностям пользователей. В канун Нового года в коллекции «Белгазпромбанка» появляются новые шедевры – эскизы Бакста и литография Пикассо. Банк продолжает реализацию корпоративного проекта «Арт Беларусь», одна из задач которого – возвращение в нашу страну культурных ценностей. В очередной раз Банк обращается к творчеству великого театрального художника Леона Бакста, родившегося в Гродно в 1866 году. У частного коллекционера приобретен альбом графических шедевров мастера – произведение Леона Бакста для балета «Спящая красавица». Подводя итоги уходящего года, белорусская газета «Наша Нива» традиционно составляет рейтинг персон, оказавших заметное влияние на различные сферы нашей жизни. В номинации «Меценат года» по версии издания «Лидерство» принадлежит председатель управления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Одним из наиболее заметных явлений в культурной жизни страны в 2014 году стала грандиозная выставка «Десять веков искусства Беларуси», которую с марта по июль принимал Национальный художественный музей. Пишет издание, подчеркивая, что это мероприятие не состоялось бы без помощи главы Белгазпромбанка. Банк поддерживает историко-культурный проект «Арт Беларусь» и это хороший пример для других влиятельных и богатых людей страны.